Здравствуйте! Вы смотрите программу новости Сургу-24 в студии Валерия Кудрявцева в начале выпуска коротко о главных темах. Сургут на пороге отопительного сезона, сети газа, вода, теплоснабжения в высокой степени готовности. О текущем состоянии дела отчитались ресурсоснабжающие организации. В Сургутском районе могут перевыполнить план по строительству жилья. До конца года намерены построить и ввести около 65 тысяч квадратных метров недвижимости. И бывший руководитель окружного департамента физкультуры и спорта нашел новую работу. Теперь Сергей Артамонов отвечает за эту же сферу в Сургутском районе. Ревизия и контроль. Ресурсоснабжающие предприятия Сургута проверяют оборудование к отопительному сезону. По данным департамента городского хозяйства, объем подготовленных объектов около 70% от общего числа. Теплоснабжение жилого фонда и зданий социальной сферы технически выполнено на 84%. Специалисты городских тепловых сетей практически подготовили все котельные, а также 68 центральных тепловых пунктов из 100. Котельные с 22-20, которые у нас уже готовы к работе, на остальных идут налодочные работы. Идет еженедельная проверка у нас работы подрядчика с объездом, с въездом на место, с работой технической, производственного отдела. Естественно, локроводцы тоже объезжают. Проблемы подготовки к зиме не вижу. Сроков двига, выполнение работ тоже. То есть все в плане графика? Сети холодного и горячего водоснабжений промыты на 40,56%. Соответственно, 19 километров линий газоснабжения также уже почти подготовлены. До полного завершения процедуры остались считанные дни. Чуть больше половины от общего объема промыты канализационные сети. Специалист Горводоканала на заседании штаба при главе Сургута отметила, что перед предприятием сейчас стоит задача, модернизировать систему вентиляции в ряде канализационных насосных станций в городе, чтобы избавить микрорайоны от неприятного запаха. В плане ремонтных работ при подготовке к зиме по инвестиционной программе мы осуществили замену регистрального водорода от Дзержинского до улицы Майская. На 80% уже работы выполнены. Водовод проходит через территорию микрорайонов, через территорию школ. Объемы достаточно большие. На сегодняшний день инвестиционная программа по объему работ больше обычной программы по водоснабжению в 4 раза. Самому удаленному поселению Сургутского района накануне старта отопительного сезона особое внимание. Глава муниципалитета Андрей Трубецкой побывал с рабочей поездкой в Нижнесартымском. Дорога до него более 200 километров. Поэтому важно подготовить сети и оборудование так, чтобы крепкие морозы не стали причиной коммунального ЧП. На устранение которого может понадобиться значительно большее время, нежели в Солнечном или Ленторе. На какой стадии готовности ремонтная кампания и о чем глава района говорил на встрече с жителями, подробности расскажет Влада Мыцик. Капитальный ремонт и подготовка к отопительному сезону. Этому была посвящена основная часть рабочей поездки главы Сургутского района в Нижнесартымский. Визит состоялся накануне. Первым объектом, где побывал Андрей Трубецкой, стал узел теплокоммуникации в 7 микрорайоне. Запланированы два объекта в рамках подготовки к ОЗП. За моей спиной вы видите капитальный ремонт магистральной сети теплооснабжения в двухтрубном исполнении. Всего участок 209 погонных метров. Рисков невыполнения у подрядчика нет. Вы это все можете наблюдать. И второй объект это в котельной второй и третий. Мы там капиталим котлы. Потому что срок износа уже подошел. Необходимо регламентные работы сделать. Выполнение работ по ремонту объектов коммунального комплекса и энергетики в поселении завершено на 77%. Подрядчики идут с опережением графика. Рисков срыва подготовки к осенне-зимнему периоду нет. Сейчас подрядчик работает нормально. Мы надеялись, что у них срок 31 августа стоит. Но мы надеялись, что побыстрее сделают. Я их бы сделал. Нет, нет. Они все привезли. У них задержка была три дня. Они везли отводы. Сейчас все отводы на месте. Они все привезли, работают. Я думаю, неделю максимум еще надо. Капитальный ремонт отопительных котлов понадобился в связи с износом. Он превышает 50%. Вкладываться нужно, поскольку выход из строя подобных объектов коммунального комплекса может оставить поселение без отопления и горячей воды на неопределенный срок. Сложностей с материалами и комплектующими нет. Работы также идут с опережением графика. Поселение удаленное. Больше 220 километров. И тут любая авария, любое ЧП зимой, оно чревато такими серьезными последствиями. Никто отсюда не уедет и никто сюда не приедет за 220 километров. Минус там 40 или 50. Поэтому вкладываемся ежегодно, вот и в том числе из бюджета района, помогаем в капитальный ремонт сетей, в капитальный ремонт котельной. То есть надо поддерживать это все в работоспособном состоянии. По паре объектов в торги не состоялись. Пришлось их заменить. Да, то есть в удаленных поселениях. Потому что неохотно выходят подрядчики. Но я уверен, что это не скажется ни на готовности физически, ни на получение паспортов готовности, ну и на прохождение топительного сезона. То есть запас прочности есть. Наверное, значит, в следующем году. После осмотра объектов капитального ремонта глава района встретился с жителями Нижнесартымского, где рассказал о будущем строительстве социально важных учреждений в поселении. На ближайшую перспективу открыть у нас молодежный центр. По аналогии, как мы открыли уже в семи поселениях, вот Сыгутского района, здание бывшей школы. Его деньги у нас предусмотрены на ремонт, на оснащение. Там есть вопрос по помещениям. Я думаю, мы это решим, все отремонтируем. Вот. И на Нижнем Сыртыне появится такой же молодежный центр, хорошо оснащенный, оборудованный, чтобы детвора могла использовать для себя, проводить и время. И на базе этого молодежного центра, то есть, организуем обучение с выдачей сертификатов для молодежи. Встреча с жителями продолжалась около получаса. Пришедших интересовали вопросы уборки мусора, переселений из аварийного жилья, коммунальное хозяйство. В рамках подготовки Сыргутского района к отопительному сезону через неделю пройдет выездное заседание муниципального штаба, где подведут промежуточные итоги. Соберутся как раз таки в самом удаленном поселении муниципалитета, Нижнесартымском. Влада Мыцак, Никита Бабенко, Сургут-24. 65 тысяч квадратных метров жилья планируют ввести в эксплуатацию в Сыргутском районе в этом году. Опасений по срыву задачи, по словам заместителя директора профильного департамента, нет. На сегодняшний день план выполнен почти на 70%. За 8 месяцев 2023 на территории муниципалитета удалось издать 44 тысячи квадратных метров жилья. Чуть больше половины этой цифры приходится на сектор индивидуального жилищного строительства. Остальные – многоквартирные высотки. У нас сдался дом в Угуте в начале года. И вот буквально недавно мы ввели два дома. Это на Белом Яру и в Ленторе. Гидрономыф у нас сейчас приоритетный микрорайон. Он развивается. Там и дороги, и социальные объекты строятся. И глава района давал поручение и дает поручение, чтобы спортивные комплексы смотрели и строили. Поэтому, конечно, приоритетным остается Гидрономыф. Это самая большая у нас такая территория, где возводится именно многоэтажное строительство, то есть высотная застройка. У нас Гидрономыф – это основная строительная площадка. Каждый год водим здесь по 50-55 тысяч квадратных метров. Поэтому, да, в том числе предлагаем людям переехать в микрорайон Гидрономыф. Здесь же и школа строится, и детский сад будет строиться. И магазины уже открываются. И автобус запустили. Так что микрорайон обживается. Темпы строительства в Сургутском районе стараются наращивать из года в год. Для сравнения, в 2021-м в муниципалитете сдали около 80 тысяч квадратных метров жилья. В прошлом – 90 тысяч. Это был рекордный результат для района. Есть задел на перевыполнение плана и в этом году. Как отметил Роман Бойко, высокая степень готовности. Есть у двух домов в Белом Яру. Уже близится к сдаче многоваркетерник в Ленторе. Возводят квадратные метры сейчас также в Барсово и Солнечном. В общей сложности это 20-25 тысяч квадратных метров. По словам Романа Бойко, Сургутский район активно привлекает застройщиков благоприятными и удобными условиями. Например, быстрой выдачей разрешений на строительство, подключением к коммуникациям и сетям. И в целом низким уровнем задержек, а иногда и полным их отсутствием в выдаче различной документации. Мы очень надеемся в этом году, что все-таки сдастся блокированная застройка у нас осуществляется на высоком мысу. То есть это первый такой у нас, так скажем, для нас опыт будет. Ждем в этом году, застройщик дает гарантии, что в этом году он его закончит. Поэтому мы надеемся на этот очень дом. Ну и также вот внеплановые, мы ждем все-таки дома на Белом Яру дополнительные, то есть помимо того, что и на Барсово. На Федоровке у нас, мы очень рады, что в этом году у нас Федоровка, мы предоставили несколько земельных участков, разыграли. И на два дома застройщик уже даже зашел на разрешение на строительство. То есть как бы сдвинулась ситуация у нас на Федоровском. Полицейские задержали серийного похитителя велосипедов. Он попал на запись камеры видеонаблюдения после того, как угнал байк из подъезда одного из жилых домов Сургута. Транспортное средство при этом было пристегнуто к перилам лестницы. Стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался неработающий 48-летний ранее судимый мужчина. Во время обыска у него нашли еще два украденных велосипеда. Общий ущерб превысил 45 тысяч рублей. Фигурант признался в кражах, но стражи порядка предполагают, что эпизодов противоправной деятельности может быть больше и проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело по статье кража. Бывший глава городского поселения Барсова Вячеслав Позняков не смог оспорить собственное увольнение. Кассационная инстанция оставила в силе решение суда об отставке. Она, напомню, случилась в январе. По итогам проверки прокуратуры Сургутского района выяснилось, что в результате вмешательства главы его пачерица без необходимого образования и опыта работы была трудоустроена в подведомственной администрации Барсова муниципального учреждения административно-хозяйственного управления. Также прокуратура обратила внимание на заключение договора на проведение экспертизы состояния 12 домов, один из которых на улице Кубанской, где пачерица Познякова купила квартиру. Строение в итоге было признано аварийным, а через 4 года жильцов двухэтажки обеспечили капитальной недвижимостью. В прокуратуре отметили, что ни по одному из фактов глава городского поселения не обращался в соответствующее ведомство, хотя был обязан сообщить о возможном конфликте интересов. Вячеслав Позняков с вердиктом не согласился и дважды его обжаловал, однако все попытки результата не принесли. В 2022 году прокуратуру Сургутского района проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции в администрации городского поселения Барсова. По результатам проверки установлено, что глава городского поселения Позняков мер по урегулированию конфликта интересов не принял. 15 августа 2023 года 7-й Кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел Кассационную жалобу Познякова, решение Сургутского районного суда оставил в силе. Лучших работников сферы спорта и атлетов наградили в администрации Сургутского района. Мероприятие приурочили ко Дню физкультурника среди отличившихся тренеры, спортсмены и работники профильных учреждений. Им вручили почетные грамоты и благодарственные письма за подписью руководителя окружного департамента спорта, главы Сургутского района и председателя Думы. В рамках празднования Дня физкультурника были отмечены лучшие работники, тренера, спортсмены в области физической культуры и спорта из учреждений спорта. К наградам были представлены 15 человек, но из-за отпусков и спортивных сборов на вручение присутствовали 6 человек. Остальным дипломы передадут после возвращения домой. Один из тех, кто смог присутствовать лично, тяжелоатлет Тимур Курбанов. В прошлом году юноша стал чемпионом страны, выиграл национальную юношескую спартакиаду, получил звание мастера спорта и приглашение в основной состав сборной Российской Федерации. В 2022-м я стал чемпионом России и чемпионом спартакиады среди юношей. Также в 2022-м получил норматив мастера спорта России и с того времени являюсь спортсменом в основном составе сборной России. Меня тренирует собственный отец, Курбанов Шарапуддин Курбанович. Тренируюсь я в поселке Солнечном, но в учебное время я тренируюсь и учусь в городе Хантамансийск. Я думаю, для тренера еще рановато будет, поэтому пока что исключительно спортсмен. В администрации Сургутского района новый начальник управления физической культуры, спорта и туризма. Эту должность занял Сергей Артамонов. Ранее чиновник пять лет руководил окружным департаментом физической культуры и спорта. Как отметил сам Артамонов, первостепенной задачей на новом месте для него является формирование бюджета на будущий год, привлечение дополнительного финансирования на реализацию проектов и увеличение показателей по формированию здорового образа жизни населения. Отмечу, что Сургутский район сегодня единственное муниципальное образование в округе, где больше 70% людей регулярно занимаются спортом. Цель нового руководителя профильного управления – увеличить этот показатель. Стоматология Акватория. Безопасное лечение, лечение под наркозом и седацией, все стоматологические исследования прямо в клинике, гарантия приживления имплантов – 99,8. Да, это то, что нужно. Стоматология Акватория – единственный в округе центр клинического мастерства компании «Нобель Биокейр», работающий по мировым стандартам. Стоматология Акватория – лечение и имплантация зубов полного цикла. Пока козлята играли дома одни, злой волк планировал их съесть. Кто там? Ваша мама. А вдруг это волк? Давайте посмотрим наш умный домофон. Но козлята узнали злодея. Я открою тебе, волк. Мы знаем, что это ты. Ваши дети дома в безопасности. Умные домофоны Телеплюс помогают. Лав Радио – один из самых успешных брендов страны. Нас слушают энергичные и целеустремленные люди. Ведь мы берем от жизни все. Эфир Лав Радио – это эксклюзивные музыкальные премьеры и новости музыкального мира. Звездные гости и крутые призы. Лав Радио – это утренние шоу красавцы. Музыкальные итоги за неделю, танцевальная музыка, игры в прямом эфире и… Да и глав шоу. В общем, вы поняли. Слушайте Лав Радио. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Наверное, если повторять эту фразу чаще, желание однажды сбудется. Но есть способ надежней. Зайдите на сайт tnfond.ru и переведите любую сумму детям, которым нужна помощь. Подробности по телефону в Сургуте 51 11 80. Спасибо вам. Благотворительный фонд «Траектория надежды».